Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, я почти что дрожу сейчас. Это не запланированное видео по поводу биткоина. Потому что когда я открыл графики, и сейчас прямо на них и перейдем, когда я их открыл, я не мог поверить своим глазам. О чем же я говорю? Какой мой следующий ход по поводу биткоина? Какой у меня будет следующий трейд на биткоине? Потому что, несмотря на то, что я отошел немного, я уже планирую следующий очень-очень осторожный трейд на биткоине. Так что досмотрите до конца. И также, ребята, хочу вам сказать кое-что. Последние видео бьют все рекорды. У нас по 12, по 13, 14 тысяч лайков. Огромное вам спасибо за это. За каждый ваш лайк и за каждый коммент. И да, я пытаюсь прочитать большинство комментариев. Огромное спасибо за вашу поддержку, ребята. Вы сделали ММКрипто тем, чем мы сейчас являемся. Одним из самых больших, быстро растущих и с очень любящим комьюнити. Но давайте переходить на графики. Спасибо за то, что шумите с алгоритмом. И, как обычно, я с вами с ежедневными видео. Если пока что не присоединились к нам, обязательно подпишитесь на наш канал. Присоединяйтесь к нашей семье. Нажимайте на подписаться, на колокольчик и на все. Я сейчас в замечательной Майорке. Но это не мешает мне создавать новый контент для вас. А я здесь именно для вас, ребята. И давайте поговорим про четырехчасовые свечи биткоина. Перед тем, как я перейду к взрывающей мозг статистики, которую я приготовил для вас. Я хотел поговорить об этом, потому что не смотрел на это уже несколько лет. И, наконец, это случилось. И также по-быстрому напомню, что в описании у нас есть ссылки на бесплатные бонусы. Я приготовил для вас самый большой бонус, который я когда-либо видел на ютубе. Вместе 5 810 долларов. Кликайте по ссылкам, делайте аккаунт, займет секунд 15. И после вашего депозита вы получите 5 810 долларов бесплатно. И очень важно упомянуть, что это для опытных трейдеров. Определенно не для новичков. И если вы никогда не использовали этот бонус, обязательно заберите свое преимущество. Спускайтесь и кликайте прямо сейчас. А ну давайте все-таки переходить к контенту. К тому, о чем я действительно хотел поговорить. Мы сейчас на четырехчасовых свечах биткоина. Как вы видите, биткоин с 10 мая, где-то две недели, находится в нисходящем тренде. И биткоин постоянно под давлением от этого нисходящего сопротивления. И вот чему я радовался вчера. Даже несмотря на то, что я не особо рад тому, что биткоин закрылся ниже 21 EMA. И это на самом деле довольно апокалиптичная вещь. Такого до этого не случалось на бычьем рынке. Чисто технически нужно признать, что мы на медвежьем рынке. Но фундаментально все немного по-другому. Технически у нас сейчас медвежий рынок. Потому что пока что 21 EMA отделяло медвежьей от бычьего рынка. Однако буквально вчера биткоин закрылся выше поддержки. Закрыл дневную свечу выше. Спустился на ретест. Подтвердил прорыв. Ушел выше предыдущего уровня сопротивления. И это именно то, чего я ждал. Прямо сейчас на биткоине сопротивление от этой восходящей линии. От этого потенциального паттерна голова и плечи. Почему же у нас здесь сопротивление? Во-первых, конечно же, просто за счет линии выреза. Второе. Если открыть EMA Ribbon и немного приблизить, вы увидите, что биткоин пытается прорваться через EMA Ribbon. Всегда на четырехчасовом графике у нас восходящий тренд, когда биткоин создает высокие минимумы, что он и делает сейчас. И также закрывается выше EMA Ribbon. И это будет последнее подтверждение, когда краткосрочное среднее скользящее уйдет выше долгосрочной. Когда мы все это увидим, я перейду на бычью сторону на ближайшее время. Пока же биткоин не делает этого, не уходит выше, я буду осторожен. Пока биткоин не пробьется через линию выреза, я остаюсь осторожен. Если у биткоина получится... Дайте вернусь на графике. Если у биткоина получится закрыться выше... Так, давайте сейчас все нарисую по-быстрому. Если получится закрыться выше, линия выреза здесь... Тогда я буду думать над открытием новой лонг-позиции. Новый лонг, но очень осторожный. На порядок с меньшим количеством средств. И со стоп-лоссами. Потому что, если честно, нужно признать правду. Большинство последних бычьих паттернов заканчивались сложным пробоем. Так что будьте осторожны. Но все же это может быть интересно. Если биткоин прорвется в какое-то время в будущем, тогда это может привести нас примерно на... Но обязательно дождитесь подтверждения прорыва. Примерно на 22%. Здесь этих леверейджем это 200%. Если же биткоин, однако, и это очень важно упомянуть, будет продолжать отклоняться от этой линии выреза, тогда я буду ожидать ретест нисходящей линии поддержки. Примерно на 34 600 долларов. Потому что, как вы помните, если у нас было сильное сопротивление до этого, а это было сильное сопротивление с большим количеством касаний, так что когда мы пробились, можно будет ожидать, что это будет сильной поддержкой. Я, в общем-то, прогнозировал это ранее, когда мы отклонились здесь. Давайте покажу по-быстрому. Когда мы отклонились примерно здесь, я прогнозировал, что поддержка у нас будет где-то здесь. Так что если будет еще одно отклонение, я буду ждать еще одну поддержку на этой линии. Также, ребята, помните, что несмотря на то, что этот дамп в том виде, в котором он появился, был довольно удивительным. Не забывайте, что мы ожидали его как один из потенциальных сценариев. Если отдалить немного на дневных свечах, я рисовал этот Вайков дистрибьюшн паттерн еще много-много дней назад, на 55 тысячах. И мы спрогнозировали это как один из возможных, не самых вероятных, но возможных сценариев. И я говорил про дамп до 30 тысяч, как мой самый худший сценарий. И это и случилось. И пока что по моему худшему сценарию мы и идем. И биткоин все еще не пробился через предыдущий минимум. Также, ребята, хочу напомнить вам еще одну вещь. Перед тем, как начать совсем уж грустить, потому что рынок сейчас уж слишком боязливый, потому что технически мы на медвежьем рынке. И я хочу напомнить вам про 21 EMA. Биткоин все еще может выйти выше нее. И тогда на двухнедельных свечах мы закроемся выше. Если биткоин уйдет выше, до конца недели, выше 45 тысяч долларов, тогда, возможно, мы вернемся к привычному положению дел. Если честно, 21 EMA, нисходящее, само по себе является медвежьим знаком. Но на этом все вещи немного по-другому работают. На самом деле, наверх мы ушли на порядок выше, чем я ожидал. Я думал, что цены уйдут выше нынешних, но все же я не ожидал такого забега в краткосрочной перспективе. Ожидал примерно, может, 40-50 тысяч до конца апреля, но не 64. И это тоже сейчас удивляет. Так что биткоин вполне может удивить нас еще раз. В общем, будьте осторожны, ребята. Потому что то, что происходит сейчас, беспрецедентно. И вы можете спросить себя, почему же это так? Почему невозможно все предсказать с помощью графиков? Хотя, например, в 2016 и 2017 это было на порядок легче. И я покажу вам, в чем разница. Я тут, кстати, гуляю прямо в бассейне. Итак, ребята, я хочу рассказать вам, в чем разница сейчас. И как мы все еще можем получить преимущество с этих неопределенных времен. Я, ребята, очень много использую статистики с блокчейна. И сейчас она на порядок мощнее, чем раньше. Потому что сейчас у нас очень много всего непредсказуемого. Много чего непонятного происходит. Особенно учитывая внешнюю экономику. Итак, вот что у нас, например, есть. Мы говорим не только о том, что у нас центральные банки печатают деньги. У нас есть и центральный банк рипторынка. У нас есть организация тизер USD. И тут у нас цена биткоина в долларах серая. В паре с количеством тизера в обороте. И обычно, вот что мы видели в 2016-2017 году. Когда цены идут наверх, оборот идет наверх. И наоборот, когда все падало, оборот тоже падал. Прямо сейчас все только растет и растет. Посмотрите на зеленую линию. Она по параболе идет наверх. Неважно, идет цена наверх или вниз. USDT продолжают печатать. Что же можно из этого понять? И что это значит для цены биткоина? Почему же они печатают, даже несмотря на то, что цены падают? Что должно означать, что и спрос должен падать? Почему же тизер продолжает инфлировать? Ну, во-первых, это сомнительное поведение самой организации тизер. Возможно. Это только мое мнение. Но второе. Возможно, спрос идет от ATC рынков. Возможно, очень много объема сейчас, когда все закупаются на просадке. Институциональные инвесторы. Потому что есть люди, которые заносят доллары и получают уже USDT. Возможно, на вторичных рынках. Возможно, уже на ATC рынках. Спрос увеличивается, даже несмотря на то, что цены идут вниз. И это только мое мнение, почему мы видим увеличение предложения USDT. Также у меня есть кое-что еще. Это у нас показывает. Кстати, да, ребята, не забывайте про бонус. Вы получите бонусы, я получу. Но суть в том, что скоро бонус закончится, и следующий, скорее всего, будет меньше. Но суть в том, что если вы кликните по нашей ссылке, вы всегда будете получить самый большой бонус из возможных. Такое вот у меня соглашение с ними. Неважно, какой бонус будет, по нашим ссылкам вы получите самый большой. И вот о чем я также говорил уже долгое время. Чистая нереализованная прибыль и убыток. Я тут не был уже пару месяцев. И как я всегда говорил, я прогнозирую двойное дно на пути к этой синей территории. То же самое мы видели в 2011 году. Затем то же самое в 2017. А, извиняюсь, это был 2013. Вот это у нас уже 17-й. У нас также было двойное дно, но его здесь не особо видно. И прямо сейчас мы также опускаемся. И я уже долгое время говорил о том, что я ожидаю двойное дно опять. Потому что такие вещи обычно потряхивают все слабые руки перед тем, как мы последний раз поднимаемся наверх. Сейчас же мы опустились в первый раз. Мы спускаемся до оранжевой области. И да, внизу тут написано, что куда обозначает. Синяя область – это эйфория и жадность. Это индикатор на продажу. Затем область веры и отказа. А сейчас мы спускаемся до оптимизма и тревожности. И я считаю, что биткоин сейчас сильно встряхнулся. Уйдем ли мы ниже? Нужно будет смотреть. Но определенно, лично, я считаю, что сейчас не стоит продавать. Прямо сейчас мы, если учитывать всю эту нереализованную прибыль и потери, а вся информация взята с блокчейна биткоина, мы находимся в жёлтой области. Последний раз, когда такое было, биткоин был на 10 тысячах. Люди сейчас настолько же прибыльны, как они были на цене в 12 тысяч. Что же это значит? Держите свой биткоин. Потому что покупая и продавая, вы не поспеваете за рынком. Так уж устроен рынок. Он устроен так, чтобы забрать большую часть денег от большей части людей. Большую часть времени. И избежать этого, вы можете только покупая актив, и держа его, несмотря ни на что. В ином случае, рынок просто выметит вас. Это подтверждается статистикой. Всё же мы долгосрочные ходлеры. Да, мы пытаемся привязать рынок в ближайшем времени. Не последние пару недель, конечно, но точно последние месяцы. Но всё же, держать большую часть своего биткоина в долгосрочном портфолио, который вы будете держать, несмотря ни на что, это ключ к успеху на биткоине. Помните это и расскажите своим друзьям. И если хотите сделать для нас что-то хорошее, вы можете поделиться этим видео. Большое спасибо за просмотр. Также вступайте в нашу группу в Телеграме внизу. Все официальные ссылки у нас в описании. А остальное всё это скам. В общем, спасибо, что присоединились к нам. Спасибо за лайки. И за то, что досмотрели до конца. Увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok